Приветствую вас, Александр. Понимаю, что тут ваши проблемы. Давайте попробуем в ней разобраться, попробуем найти выход, попробуем понять, что же вам делать. Пожалуй, первая и самая главная ошибка, которую у вас наблюдается, это ошибка с приятелем ваших ощущений. Вы думаете и серьезно полагаете, что вы любите обоих женщин, и свою супругу, и свою любовность. И на самом деле, правда заключается в том, что это не так. Вы не можете любить двух людей одновременно и двух людей одинаково. Правда в том, что любите вы какую-то одну женщину, или, может быть, не любите ни одного из них. Но ваша заинтересованность, ваши ощущения к ним, ваши чувства к ним продиктованы тем, что, вероятно, у вас есть личная заинтересованность в каждой из них. Например, супруга дает вам, ну, скажем, быт, уют, привычка. Любовница дает вам другие отношения, которых вы всегда хотели, и которые давно потеряны, или невозможны с супругой. То есть, как видите, есть определенные заинтересованности и в том, и в том. И именно поэтому ваше сердце разрывается на шею, что вы хотите получить и что-то свое от супруги, и вы хотите получить что-то свое от любовницы. При этом вы явно не желаете ничего терять. При этом вы явно не хотите ничего терять. И вот момент здесь, отвечая на ваш вопрос, что делать, он раскрывается через понимание того, где у вас больше плюсов. То есть, например, супруга дает вам, скажем, уют, скажем, привычку, какую-то определенность, да, стабильность, может быть, комфорт на бытовом уровне и так далее. Хорошо. Значит, вам нужно постараться то же самое создать с любовницей. То есть, работать усиленно над тем, чтобы с любовницей у вас было то же самое, что и с супругой, а может быть, даже и лучше. И это нужно сделать обязательно. Обязательно нужно сделать выбор. Либо, если вы считаете, что с женой у вас больше общего, то для начала нужно исходить из того, с кем у вас вообще больше общего на данный момент. Потому что там, где больше общего, там будет легче восполнить то, что вы получаете от другой женщины. И если вы увидите, что больше общего у вас, например, вместе с женой, то нужно спросить себя, а вы готовы, вот, например, попытаться восстановить с ней все то, что у вас есть, например, с любовницей. Или нет. Готовы ли вы это сделать? Если не готовы, значит, супругу у вас все-таки все кончено. И каждый раз, когда вы хотите вернуться к супруге, а супруга, как я понял, это ваше уже прошло, любовницей это настоящее и, судя по всему, будущее, вы просто срать вспоминать, почему вы ушли от своей жены. Что заставило вас от нее уйти, да? Какие моменты, какие аспекты привели к тому, что вы посчитали для себя восходную от нее уйти. Идеальная она женщина или нет. И постарайтесь разобрать, чем она вас привлекает, чем вас привлекает непосредственно время проведения с ней. Это один момент. Второй. Второй момент связан с тем, что, вы понимаете, женщина, если она уважительна к себе относится, если она любит себя, ценит себя, то в этом случае, в этой ситуации, женщина не станет терпеть долго, что вы вот так вот не делаете ее единственной. То есть, для женщины важно чувствовать себя единственной для мужчины. А если вы этого не даете, то вы ее оскорбляете. Соответственно, тем самым, когда вы показываете, значит, что вы любите еще и другую, то это очень сильно ее оскорбляет. Это очень сильно ее обижает. И не факт, что какая-то из женщин будет это терпеть. Не факт, что какая-то из женщин будет с этим мириться и мириться продолжительное время, пока вы, допустим, разберете, какая из них вам все-таки дороже и, можно сказать, сделайте выбор. Может быть так, что в любовнице вас привлекает ваше ощущение, ваша роль мужчины. А с супругой вы реализуетесь как семьянин, там, глава семьи, может быть даже отец своих дочерей. И все вот это вас удерживает. Но проблема заключается в том, что когда вы решили уйти к любовнице, вы отдали предпочтение своей мужской роли, своему мужскому аспекту. И это ваш выбор. И если вы его сделали, значит он имеет место быть. И если вы его сделали, значит он хорошен, значит он соответствует вашим интересам. И об этом нельзя забывать. Теперь остается вопрос. Не чувствовали вы, не чувствовали вины, вы остаетесь, ну как бы, эмоционально зависимым от супруги. Не тяготитесь ли вы к чувствам вины, не вините ли вы себя за то, например, что ушли от нее, что оставили дочерей и так далее. Не угрожает ли она вам тем, что вы, например, не будете давать видеться с детьми. То есть можно исключить все вот эти факторы, которые мешают вам определиться. И далее просто-напросто посмотреть на ситуацию более здравую и понять, что что-то из двух ситуаций, что-то из двух областей, связанных с вашими двумя женщинами, является привычкой, является ложью, является иллюзией и вымыслом. Но надо просто понять, что именно, и разобраться с этим. И тогда у вас все будет нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.